Раз, два, три Ты там прям по таймингу тоже, я смотрю, врываешься Мы тут продолжаем смотреть Red Bull Battlegrounds По Dota 2, конечно же, у нас китайская квалификация И финал WinRow Уже до него дошли LGT Gaming будут играть против Newbie Формат проведения Best of One Еще раз напоминаю Ну и это матч, за ним мы с вами будем смотреть IG против E-Home Это у нас начнутся лозера Ну и дальше, собственно, команда, которая здесь проиграет Будет играть в финале лозеру Ну и потом Grand Final, единственный матч, в котором будет Best of Three Вот, сегодня микрофон адекват И Жотом И мы смотрим эту карту Уже первые пики сделаны Давай, собственно, внедряться и глядеть, что у нас здесь и как Что происходит Довольно интересные вещи, потому что у нас СФ на ФП От Ксяуэйта зашел На что они ответили пиком Еса и Лины Да, и вот мне странно Я в последнее время все китайские игры смотрел У них первая стадия обычно в бане Шторм И на фест пик Если Шторм не в бане, то берется Леон Чтобы если враг берет Шторма, то ты Ты контришь его уже заранее Но тут как бы Могли взять Леон Шторм Например, Ньюби в первой стадии Но, видимо, знают о особенности Стиля игры противника LGD И не побоялись Взяли СФ на ФП И знали, что не будет Чего-то подобного От Ньюби От Рубика они набирают Ну, Ньюби и Ес Лина В принципе, довольно активные персонажи Они сегодня в первой карте Против их он показали, что они могут играть И с Есом на оффлейн И с довольно активными всякими аппаратами И трендами, которые бегали Изничтожали карту Все у них довольно круто получилось Посмотрим, что у них против LGD выйдет Шторма действительно забанили Дальше у нас продолжается вторая стадия банов Я всем напомню, дорогие друзья Что мы с вами смотрим трансляцию В нашем официальном канале twitch.tv Не забывайте также, что Если вы будете приобретать билет на турнир Red Bull Battlegrounds Вы сможете посмотреть и непосредственно через сам клиент Вот вкладка премиум Я показываю Игра идет Ну, тут призовой фонд 75 тысяч долларов, оказывается, изначальных Еще 7 штук сверху уже накопилось По билетикам Пока такая ситуация Ну ладно, 75 тысяч И в турнир почти все игры был один Ну, это квалы только А-а-а А только-то странно Фух, я уже думал, ничего себе Думал, по фастику так Ну, такой мини, да Мини турнирчик за один день Вообще, типа, не парят по поводу призового И все гранды играют даже за копейки Крупных турниров За 10 тысяч долларов могут играть Ну, там же, типа, им организация Где сказал играть, там они играют Ну да, есть такая организация Ace Которая Рулит Ну да, именно так Вот, забаннили во второй стадии Шторма от GD Потому что Будет Во второй стадии Первый пик у Yubi И они могут, в случае чего Забанить Леона И взять этого шторма Вот сейчас как взяли джигернал Поэтому не захотели А против этого играть Я твернусь вам вопрос По поводу, там, вот, играют за мелкие деньги Я просто так подумал Это только наши СНГ команды выпендриваются Там будем играть Тут не будем играть А тут у нас просто турниров Ну, это Сейчас такого уже нету Вот, просто в один момент Когда-то было, что турниров было Ну, настолько много Игры было настолько много Что уже Хотелось Реально От чего-то отказаться Потому что Эти официалки Каждый день Они уже утомляли Ну да, да, да Ну такое Ну что, джаггер, джаггер есть Такие давненько мы не видели этого героя Ну вот Так как тролли снайпер в бане Вспоминали-вспоминали В общем-то Ньюбик Кто там из таких метовских Крутых героев остался Помню, что есть джаггер Джаггер хорошо Посмотрим, чем LGD Будут его контрить Да, тем же самым Леоном Они могут его контрить Который ни в пик, ни в бане пока Ну вообще Я смотрю на последние игры LGD Они, SF-ы этого очень любят Причем В порядке Спутине Могут взять Вообще На машине Я думаю, какой-то парад заедет Сейчас под Рубиков Мне кажется И против джаггера будет Против варда Да Тоже неплохо Потому что шейкер это герой Который У него довольно Слабый потенциал Стояние на трипле И могут вообще Ну Не побояться взять Что-то действительно жадное Рубик аппарат И там Не знаю Та же спектра Или что-то в этом духе Shadow King Мига Брю Брю Причем непонятно Куда он пойдет Этот самый бремастер Он может пойти Витя на легкую форму Чтобы себе быстрый блин Получить Ну так скорее всего И будет Типа шатухин Даже в мид пойдет Я думаю Нет Но бремастер Может быть Оффлейн Оффлейн Да Может быть Может быть А это скорее всего Будет зависеть от того Какие персонажи Неби будет То есть Они сейчас покажут Кто пойдет в мид То бишь Это будет Лина Мид например Или же все-таки Лина на суппорт Правят А возьмут Какого-то другого мидера Ну чтобы просто подстроиться Если будет какой-то Жесткий герой Против бремастера Там да Который будет Олокатрить Желательно бремастера Поставить в другое место Ну естественно там Ну на сложной линии Ему и так будет Не весело Уже Потому что будет ЕС К минимум Джекернаут Тешеловато придется Хотя против них Против двух этих милишников Брю Неплохо смотрится Бристлбэк заехал Вот так вот Ну кстати Бристлбэк Возможно к нему придет Шейкер Просто так Чтобы постоять Поохранять И будет на легкой линии Добла Вот как ты говорил Аппарат И кстати говоря С аппаратом Рубиком Плюс один Вот премастером Шейкер не поможет Против Этой триплей Там если захотят убить Они убьют Потому что у Бристла На первом левеле Же нету Третьего А если есть То все равно Он не очень сильный И затыкать проблем Нет под холодными руками Аппарата Так что вот И снизу будет тоже Ставить какая-то Добла То есть лина плюс один Непонятно ли на суппорт Это будет или А нет стоп Джиггернаут Джиггернаут плюс один И вот скорее Это всего Какой-то на самом деле Акс Вот сейчас Ньюби должны банить Акса Потому что он очень хорош Против Джиггернаута Шейкера Бристлбэка Лицом поворачивать И вообще Если этого Акса Возьмут себе ЛГД То он будет Им очень неплох Против даблы Той самой Сложной Легкой У Ньюби Да Абсолютно с тобой согласен Действительно Акса нужно будет убирать Наверное все-таки Тут говорят Что плохо тебя было слышно Но я вроде тебя И так на максималку Прибавил Ты можешь себя громко Споднять Я могу да Ну я чуть-чуть Могу погромче Прям чуть-чуть Сделай да Потому что я Я сделал самую малость Погромче Не знаю Я просто Был сегодня В 6 утра У Майла И с Ну там С дилеем Был я себя послушал Я был даже громче Его поэтому Вот сейчас я прибавил Сейчас народ Дайте свой фидбэк Пожалуйста Титерочки Где вы пишете Или вот вконтактике Пожалуйста Я успеваю Время пика Почитывать В банн Отправляется Пак и Рейзер Ну что ж По одному герою Стоит добрать Есть Возможно Взять Акса Небе он не нужен Ебе сейчас нужен Просто Хладнокровный Какой-то Мид герои Которые будут Стоять Либо Хочешь Адафиндали Против Бремастера Кто на эту роль Может Патендовать Суспорт Или нападет Смит Будет в виде доктора С джиггернаутом Против этого самого Соло Оффлейнера И Как же хорош Акс Но проблема Это в том Что Акс Это Ну такой Тоже Не сказать Чтобы Сильно Лейтовый Кор Он такой Больше Ютилити Герой Вместе С Бремастером И когда Один Лейт Единственный Это Шэдоуфинд Которого В миде Охранять Собственно Никто Не будет Если вдруг У Шэдоуфинда Будут проблемы То У команды ЛГД Будут проблемы Потому что Два этих Кора Бремастера И Акс Они В лейте Не затащат Против Джаггера Брестла Это да Но мне Вообще Мне не нравится Немножко Пик Виджи Доктора Вот это Вот Всем понятно Что он Здесь будет Делать Ну то есть Понятно Да То есть С джиггернаутом Один Будет Ресторейшн Другой Хилингвар Блин Есть же аппарат То есть На мид Гейме Когда аппарат Разбрасывать Своими Айсгластами Мечтов Джиггернаут Сразу же Становится Не очень Своим Попытками Пушить Или что-то Еще Все-таки Это Оффлейн Бремастер И Морф Как Керри Ну Действительно Не хватало Какого-то Еще Одного Хорошего Героя Стоять Потенциалом Для ЛГД И они Его Добрали Хоть Акс Был И неплох Но Это Риск Хотя Он Очень Неплох Заходил Под аппарат Против Этих Милишников Но Решили На верочку Сыграть ЛГД И возможно Даже Это Правильно Вообще Я видел Одну Игру От ЛГД Где Сайлор Играл На Морфе Эта Игра Закончилась За 14-13 Минут Где У Морфа Было 16-01 Сайлор На Морфе Умудряется При этом Не Торстов Фрамить А Тупую А Он Еще Бегает И убивает Надеемся Что мы Такого Морфа От ЛГД Увидим Сегодня Активного Больше Активности Хочется Китайских Команд Пишут Что Опять А Вот Все Говорят Стало Хорошо Отлично Хорошо Тебя Слышно Ладно Давайте Посмотрим По линии Что там Будет Получаться Яо На Бремастер Отправляется Сложную Здесь Против него Будет Стоять Рэббит На Легкой На Сапоге Уже Парить Мобильные Быстрые Будут Делать Фраги Пытаться Му Конечно На Лени Мидлейн Пойдет Суппорт Банана Бич Доктор Саншен Ес У нас Ну и Сложный Будет Стоять Джун На Бристлбеке Ну и ЛГД Трипла На топе Суппорт Ксяу На аппарате Рубик ММИ Сайлор Фармящий Морфлик Ну и Мэйби Миди На Сэфе Будет Стоять Ну да Пока У нас Никаких Таких Крутых Забегов Чужие Леса Нету Форсирует События Все просто Стоят На месте Даже У Яо Казалось Быть Вард Который Уфлейнеры Старается Сразу Быстро Проставить Это Айти Он Держится В Инвентаре У Яо Ну тут На сапоге Бежал Жиггернаут И Спалил Всю Контору Всегда Так делают На самом деле Когда идут Ну Знают о намерениях Хардеров Расставить Вард Кто-то Сапогом Там Либо Суппорт Какой-то Сапогом Обычно Появляется Либо Вот Керри В данном случае Просто Идет Сапогом И смотрит Потому что Он придет Быстрее Чем Хардер Если Хардер Не поставит Тлишком Неглубоко Но Тогда Ты уже Диапазон Мест Постановки Варда Сужаешь До минимума И уже Можешь Прошел Именно С определенной Точки И Видно Было Что С винтаря У него Вард Пропал Поэтому Тут же Бананы Ставят Но При этом И с вами LG тоже Спорились Иногда Можно И не Ставить В этом Случай Вард А Ставить На Нижнюю Рулу Просто А В миде Хорошая В миде Сейчас Это Очень Хорошая Подспорья Для SF На самом деле Сразу Второй Левел Это Очень Много Денег Очень Много Душ Сейчас Получит И Вот Я Как раз Хотел Сказать Что В миде TSF Против Лины Один На Один Он Проигрывает Ей Но За счет Леона Рубика И Аппарата И Их Выходов Смаке Оставляя Морфа Одного Можно Сделать Преимущество Этому SF Который Потом Может Это Реализовать Но На самом деле Все На Долго Оставлять Нельзя Потому Что Уже Му Слишком Сильного Разогревает Да Ну Я Как раз Таки Возвращаемся Достаточно Чтобы А там Еще Шейкер У Мэйби Совсем Проблема На самом Деле Потому Что Несмотря На Этот Фраг У Него 300 Монет Это Значит Что Ему Еще Столько Нужно Фармить До Ботла А Если Шейкер Будет Стоять Смотреть И Замахиваться Сурой Хотя Бы Или Просто Даже Не Замахиваться Смотреть На Этого Мэйби То Он Не Добьет Ни Одного Крипа Потому Что Одно Неверное Движение И Он Труп Это Понятно Да То есть Должны Конечно Помогать Суппорту От Лжиди Гейминг Они Немножечко Отошли Делают Отходы Потом В любом Случай Потянутся В любом Случай То Что Они Вот Ньюби Снизу Он Обошел Обежал Левел Два Имеет Хилок Очень много Сейчас Курицы Взял И Потащил Спросил У СФ Там Слышь Братан Тебе курица Не нужна Да нет Вроде У меня Бутылка Еще Не Скоро И Потащил Себе Курицу Ну Правильно Подхиливаться Надо Пытается Разыгрывать Я Двух Ребят Которые Стоят На Легкой Разминать Их Чтобы Они Не Просто Крепочка Фармили А Еще И Побегали Немножко По лесам Главное Не Подставляться Самое Важное Сейчас Очень Хороший Вард На самом деле Поставил Саншенк На своем Шейкере Когда был Около Мидо Он Поставил Вард Который Не Найдут ЛГД И Вот Этот Вард Он Палит Передвижение Суппортов Которые Будут Идти Помогать Шедо Финду Или Трубе Которые Будут Стоять И Охранять От Шейкера Который Стоит Обычно На этом Месте Сам Ну Это Правильно То есть Мэй Даже Несмотря То Что Его Видно Главное Свою Задачу Он Выполняет Сейвить И Мэй Уже Набивается Душ И Все У него Хорошо Но Проблема Сейчас Уже Будет Много Другого Характера Бристалбэк Наверху Чувствует Вольготно Против Морфа С аппаратом Левел 1 В соло Он гонять Никак не может Этого Бристалбэка А Морф Со своим Динджоном Тоже И слабой Атакой Ничего Не способен Сделать Бристалу И Бристалу Будет иметь Достаточно Много Фарма Где-то Придется Чем-то Рисковать Потому Что Не в Миде ЖСФ Отдавать Пусть Бристалбэк Когда их двое На линии Он жмет Челентач На союзника А на нем Челентач Появляется Автоматически Но он как-то Так промазал И Челентач Появился Только на нем А на Морфе Его не было Так он Решил Ошибиться Бывает Бывает Ничего страшного В любом случае Джон тут уже Почувствовал Что ману У него не осталось Он довольно Плотненько Раскидывал Своими Глоспреями Теперь Надо как-то Постанавливается Запас МП Либо на базу Чтобы быстренько Сбег Вернуться Похоже Что он делает Он так и сделает Он посмотрел В стороны Что он мог Их сам Стакнуть Но ему Саншенк Сказал Что он Этим Займется И Отправился На базу Джун Времени Не теряет Так На самом деле Контроль руны Мэйб Прикрывают А колдаун волны Вот если бы была Волна То он мог бы Ее дать Ускориться И добежать Возможно В итоге Просто другой стороны Заходит Мэйя И руну ворует Я хотел тут отметить Ладыровские Вот у него на ЕС Фирменный сетик Срогом Недавно вышел Восполнил Призовые фонды Салтв Красавчик Саншенка Тебе плюсик Ставлю К МЕС Пусть будет Плюс 10 К величине Офиссуры Да Или плюс 15 Удачи На этом есть Правда Он заходит Довольно далеко И начинает Мэйя пробивать С руки Ну-ка Вот так Вот ему Напихонькал Напихонькал Был бы рядом Сф Скайлайм Можно было Телекенизировать На топе сейчас Нападает на Джуна И с волны Может забрать Утек Ломанес Смотри какой он Смотри какой тут Джун Просто Король манцев Ошибка Конечно Сайлора Телеком Я просто вспоминаю Как он на интернешнале Играл Он просто сидит У него все в салфетках Потому что у него Тип сильно потеют руки И вот Что-то мне Это Вспомнилась картина Когда он дал этот Вейв Совсем мимо Соскользнул Мало потел Или соскользнул Или перепотел Понятно Что ему тут Помешало Дать качественный Вейв форум Ну фрага лишились В итоге Пока как и был Ферзба Так он в принципе Остался Опять минут Больше ничего не произошло Хотя опять же Моментов было Довольно много У нас те самые Дабллинии Продолжают стояться А сейчас Что это умрет Смотри на это Силар может быть А нет Телекинейский Не достал Он не достал Почему Ринджи не хватило Боже Последний Каллспрей Да Жесть Он мог сейчас Убить Получить левел 5 И Вообще Он был бы королем Учитывая то Что у него Стаков Эншентов В штуке 3 Уже есть Которые Может быть еще И на пятом Ну на седьмом Наверное он бы Зафармил И стал вообще Самым богатым Игроком своей команде Там Яо на топе Теремь снизу А тут Хорошо все сделал Яо Красавчик Увидел что Каски уже были потрачены Понятное дело Что дизейблов У джекернаута нет Потому что нет у меня Слэша И все Забить тп нечем Сразу же ушел Да Неплохо вышло В итоге Ньюби страдают Пока Вот Престалбеку Нужно сейчас Конечно же Идти на своих Эншентов И начинать его фарм И все таки Там деньги Деньги Ну не знаю Нет Ему нужно Как минимум Как минимум Вообще пятый Но желательно Седьмой левел Ну так то там Фаркить этих Эншентов У него осталось Немножко экспириенс Украсть этой пачки Сейчас получится Белый левел 5 Ну на самом деле Пока у него есть Экспириенс на топе Он оттуда уходить не будет Потому что Килл потенциала Без Рубика На него мало То есть Рубиком его убить могут Без Рубика вообще никак А если он У него есть информация Про то что Рубик стоит в миде То ему бояться Нечем будет стоять Просто получать экспириенс И килл спрейм На линии фармить что-то Иногда главное За Тавр не забегать больше И все будет окей Все будет хорошо Ну я у нас Три грибочка Всего лишь умеет На сложной линейл 4 Мне кажется Тоже тяжеловато стоять Лина в миде Рубика приговорили Но вот чтоб не фармил Ну да Там Рубик остался Пополучать экспириенс Потому что Пошел В лес Шэдоуфинд У него там было Очень много стаков И денег На самом деле У этого Шэдоуфинда Сейчас очень много Гораздо больше Чем у Его Визави А что Он потал обозь У него По ТРСБ Тысячу монет Хотя Уток что фраг забрал Шакер Ужиорс Каждый стак Будет даваться Очень тяжело Этих энджинтов Он делает Один стак Потеряет пол хп Больше Так делать не будет Ну все Тоже пришел Бристиллбэк Будет фармить На пятом левеле Фармить Потому что Это не так быстро Как на седьмом Ну вот он встал С пинкой конечно Издалека Издалека Тоже заподходить Что-то флоспрея Всех надели Там чекернаут Тереместит Забивает У него просто мана Не хватит Семь конечно стиков Есть Но он убьет Малышей А больших нет С пинкой Как бы он ни стоял Ну видишь Не получается Седьмой надо Все таки Слишком много стаков Проблема Пробивает Вот он его купил А курица Только подлежает Ну Сейчас Таки собьет Конечно Да Ну Это Вот он зря Зря Даже начинал Время потратил Тяжеловато Конечно Очень тяжело Таксашинг Теперь фиссуру Отдает Продукт Сяо Итем Регинацию Сразу Разбивает Так На стрит 2 Я вижу Немножечко Лсиди Подфидели Так У нас Яо Снизу Тоже Разочек Отжить Даже Два Разочек Успел Отдаться У Джекернаута Не очень приятно Потому что Ребят тоже Получает Довольно Серьезный Пуст Ну И вообще По чистому Фарму За счет Фрагов Опять же Даже Джекернаут Перефармивает Марфас Легкой линии На 500 монет Ну так Хотя Сказать о том Что стайл Стоит плохо Нельзя Стоит очень хорошо У нас Девардинг Хотел Ксяуэйта Снова В целом Пока Не очень Торопливо В этой карте Что-то От кого Ждать Первых Активности На первых Конечно же Мы должны Да ЛГД Сейчас будут Уходить за Тауэр На топе И пытаться Его забирать Но спалят ли А они сейчас Могут найти Джуна Вообще Джуна могут найти Да Но тут Мне немножко не понравилось Что Сайлэр Линию Серьезно Продавил И заставляет Саншенга Отходить назад Он все-таки Узбудряется Эти к нему За спину Телекенезис Парочку Шадоу рейдзов Это минус И Тауэр Естественно Будет Тауэр Стал танковать Потому что Нам нужно Танковать Мэри будет Мэри боттл Есть Нормально Остан Юлипликейт Есть Можно Ем Немножко Питать Так Ну это Первый Табор Для ЛГД Вообще Первый Табор на карте Понятное Дело Что пока Дефить Его Небе Не будут Пытаются Выйти Вразмен По Мидуму Ну Длина Довольно Тяжело И Тауэр Поддаётся ускоряется могут принципе то попробовать уже диспушить сейчас никто им не мешает абсолютно да нет я думаю шейкер и были столбик сеновал это достаточно чтобы не дать пушку на 3 подходит сейчас ресурсов чтобы забрать героев и не так много им надо ну и тем более день сложно так подойти чтобы незамеченными они более уходят так вот мог стать лагуна бы это не откатился стоит на пригорочки что он будет просто ищет что-то фармил по себе купил будет стандартно ел понятно то успели зацентричник поставить они поняли что стаки все-таки делать стаки уфармливать периодически сейчас заблочили убедиться в том что ему не удастся сделать так нужно быть либо девайс либо забивать другие места по нас какие-то так например как банан в своем лесу своих стаков наделали они здесь был кошмар везде фарм 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 блин и решила все цифровать на быстрый юл говорит хорошо пусть так в рэббитом он те время имеется если был восьмой у меня слыша него уже откатился никто не хочет идти и стоять против этого джекернаута хотя у дуя уйти у него есть ульта но рыбе я думаю не захочет развести своему мне слышим на ульту бремастера думаю он будет его издать только если убивать сможет ну да даже будет уверен но более что ему пути выше на самом деле упадет потому что хотя пешка есть рубика аппарат level 5 не как сошенко подцепили шадо рейзы сошенко ошибка сошенко очень хотел чтобы все приобрести он space хотел создать чтобы на них никто не пришел но что-то пересоздавал слишком много его создал что даже снизу вышку не забрали да там пришел морфос ты всех прогнал или а сейчас взорвется ли джун в миде да взорвался офигеть это сэчка юльчик юльчик и пораньше чем у лили неожиданно что с третьей спиной бристаллбек спать на силу вот так и взорвался поторвали бристаллбека видимо стоял прямо в нем еще и не спиной и вообще на самом деле вот после улов там от эсэфа можно довольно удобную позицию убирать против этого бристаллбека платье или именно к лицу чтобы ультимейт вошел в лицо и получается либо обогнать либо наоборот встать так короче подстроиться в юль же видно не такой стороны упадет или только изначально когда ты понимаешь он упадет в той позиции где в которой он изначально ну да то есть сначала было посмотреть естественный обычный бристаллбек успевает повернуться спинкой поэтому надо поднять перед ним стать скажем так все получится видимо так как раз таки и сделал товарищи мэйби не но мэйби красавчик сми до 301 с учетом того что и с какое-то время ему довольно серьезно мозги сушил там на миде но здесь красавчики на самом деле суппорты лжи ди потому что они во-первых создали ему преимущество вначале мэйби потом они нас так или и продолжали помогать дальше старого попали он не слышал же потратили на его он живет еще под маледиктом даже перекачался полного 2 всего лишь и банана убьют не убьют вот на него кинули пивас от еще дтп вниз сразу же ой праймл сплит гонять его давай намного времени потратить на то чтобы догонять вот сейчас пошел ел неплохо сайла просто делает тп куда-то ну и что они с робиком пытаются вдвоем теле кинезис фиссура ворованная в айфор аут от неплохо вот это было неплохо сыграно а теперь дальше продъява страдает хорошая фиссура от саншенга сивара волна скоро появится и он не умрет никак и тут пришел мэйби кстати который сейчас может юл юл джуна не взрываем через секунду реквием а и очень плохо хотя потелка лучше недооценил я фиссуру волну думал что туда как отсюда уйдет ну и снова из авто коне приходит несмотря на то что темой получился такой немножко неудачный но снова дал его прям по таймингу с прошлого ультимейта убил бристалл бека и к не только-только откатился вы снова убивает прислал дайка то есть вообще круто самом деле по кд так делать фраги и ну по над ворсу мэйби вообще превосходят всех сейчас гоняет даже джиггер на утро сколько линии почти не уходил 2000 монет а тут у лины которая стояла в миде против сафа только-только ел появляется ситуация много сложнее у ребят из-за них здесь получается ну 5-7 пока в общем-то лжи впереди размены в их пользу увидим эти графики понимаем что есть преимущество небольшое 3 тысячи 2000 по экспириенсу если проблем конечно которые есть это кубри мастер что я ук тот сапог 1200 монет выглядит явно не убедительно у него над ворс хуже чем даже у него суппорту он обходит суппорт противника только ужасно конечно нужно времени не дал силар аппарату пофармить он ушел стопом он был внизу аппарат все это время на топе 2 крипов поэтому не уже почти видос есть а брю мастер этот момент участвовал драках он там раскладывался на нижней руне и бежал за ведь доктором поэтому все это время он не фармил что делал в это время аппарат собственно ну да ну ксалу это конечно мне даст сейчас крайне полезно получить потом можно будет надеяться на какие-то к ним чеки прочую гадость да но в целом такая ситуация получается вроде немножко просаживаются люби но и огрызаться ним все равно умудряются периодически вот госкепторы приобретаются сайлора вот так вот то есть довольно срочно юбе и сейчас куда же не пойдут они потыкли на бремастера собираются убить бремастера до ульты и забрать т1 вышку который 154 хп который не динайбл слушай тут сф тут сф такой жесткий стоит ну хотя он бежал только только но и вот к тем что он отбежал он отдает товарищи я вам лагуна блейд я мог бы там за юлить например лину и я вывожу но вряд ли не знаю там он не стоишь еще был не линиток джаггернал ульта новую я окна кассачки летают ну это надо чтобы и сколько дизей было пич доктор и с как бы они там вот это вот по таймингу станчик 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 как тут раскладываться непонятно чтобы сейчас на низу потому что все есть юбе кроме ульты ими хороший фиссура стан лагуны нет но есть ай-яй-яй и да умрет здесь мэйби и вот этот фраг очень много сейчас дает для ньюби контрольный десфарт еще банан оставил вообще да и сф конечно полезно очень он был 13 левела на 15 минуте это через экспириенса дали за таверне сидит 40 секунд и т2 могут забирать на самом деле даже здесь ньюби если захотят потому что все у них есть у них есть он не слышно почему-то решили разбежаться что вам сделают только сейчас ничего блин к нету я вам не можно было полить вышку мы решили разбежаться но просто на самом деле да не поможет не убили вышку потому что да и сборка рата да есть но я не думаю что сайлор бы захотел прийти туда просто чтобы подать и чтобы они скорее всего пробили решивать не стали после его вида сыграть пошли в леса свои формы сейчас если до бкб сейчас еще раз умрет сф то это уже рошан будет за ньюби и там уже для них игра будет немного попроще окей но сайлор по контакте немножко подформируется монет гуляется назад просто вечером перебегают не убить одной точки в другую что они на дыре там убивали я что сайлора у него чуть ли не с проказа соло убьет ну так это поэтому на сайлорта жимает в госкепетре немного урона со скиллов если не прожимает тут с руки именно после трех киллов тоже больно накидывает пока не стоит просто месяц собирается не хотят дружненько чтобы еще и саншент помогал сейчас смог надо вот в курице не смог случайно нет нет не смог но что у них у них есть мог увидеть доктор сейчас вот они в него пойдут как я и говорил и надо еще раз убить этого сф у которого боковой пока нету сейчас вот они идут во вражеский лес за вардят а вроде воды были убить доктор да вот сейчас не заходит в лес за вардят может быть они будут бить ты один может быть джун просто будет кусать вышку спереди а эти будут стоять сзади потому что чтобы вот этот товар дефить от подобных заходов смоке нужно быть пятером заранее в гд но они там не будут его ой мэйби подставляет все-таки да фиссура пошла кассочки ускоряется он не слышь и улом и вейди там не слышь эхо слэмчик там река посмертный был кстати воровал эхо слэм на месте на месте он завязал его провал десвард стоит разрывает рубик пока живет 6 хп у него осталось а это в основном таки наговорили и с свернули сейчас будет баночки маледикт на аппарат и аппарат умрет да хорошо тысяч она нас играл он пришел просто спину зашел дал маледикт дал урну и убил кроме аппарата еще и того самого рубика которого 6 хп осталось и вот могут ли убить рошана видимо не хотят хотя вот умер аппарат и если убивать рошана то сейчас и могли это сделать потому что вижу на нету лгд на рошпит на кто будет лучше гернат принципе да там неплохой запресс у него есть много урона и я думаю джун бы ему сопериками наверно подсобил и урон со стаков варпас у него был бы тоже неплохой и думаю что него быстро забрали рошана вот смотри вот у них еще есть запасе ну вот сейчас бы он упал и только аппарат появился ну типа да ну ты ешь нет не играют так небе они там делают фраги какие-то не правят реализовывать они отходит назад и снова там собираются вместе снова комплекс пока принципе по такой стратегии у них еще не смог просто вот та самая ситуация людям а шедоу финг без бкб его можно убить сейчас попробовать еще разочек ну да они будут собираться вместе также к не действовали до этого все 18 просто лгд надо в этот момент что-то предпринимать что рубик ничего не делает он просто подходит уже под конец закрывать если он заранее будет стоять вместе с шедоуфендом то он может как-то отдаст вместо него может кому-то телекинезом что-то сбить украсть фиссуру тоже украсть и дать фиссуру в ответ а так он просто бегает очень далеко и сф он когда умирал он когда мир от 1 1 он был один и сейчас он умирал он был тоже совсем один и ничего не делали в этот момент суппорта но типа мэйбиш там тоже три часов играет ему тут ждать своих суппорта пока на него будет подтягиваться такое сидела только только нафармил все пока бы и сразу что смог провязали джиди решили сами напасть ну давайте посмотрим что из этого получится возглавляет движение конечно же ммай есть у него телекинезис я узклинком с праймал сплитом все вы это ультимейт свой готов давать покупает о горклапсе там еще есть реплики закончить через 15 секунд айтен джун спалил джун спалил джун спалил бегал под инвизом смог пропал а его ждите не видят как вообще таки вот не очень удачно воск получилось жить и в итоге очень удачно джун нашел на вот я не понял а все все понял что сайлер вернется потому что я вижу что лгд вчетвером пошли бить вышку а сайлера то время уходит и вот сейчас как раз можно было цеплять пока сайлера нету с ними кстати у сайлера есть это real blade на там он уже появился так ну что джун по-прежнему инвизи стоит на нету инвизи у него уже нету маски дают холл спреи ставится вортекс но и будут ли заходить аккуратненько окружают от жители со спины и видят здесь банану из real blade банану я упрыгиваю моментально снесли сразу поймал сплит айс бас будет залетать куда-то не очень хорошо телекина из джун все правильно сделали сейчас нюби они просто уйдут они все уйдут здесь джун скорее всего погибнет будут ли цеплять лину линадис юли болтается убьет аппарата или не убьет аппарата просто там было сделано 2 тп вниз и я что-то понимал что так делать не надо потому что вчетвером там уже разрутился панда надо было просто линия тп не хоть и не было можно было просто пытаться зарыться встать джуну убегать ну пофиг он уже умирал там его никак не отпускали но линии можно было зарыться снизу просто жгера в это время и фармил топ и возможно даже вышечку под снес на пол хп что ли не там не давали уходить все там бремастер ждал елочек потому что она вышла а если бы она вот она изначально стояла в яме в этой снизу и зашел и 2 года они бы и не пробовали заходить я думаю они не видели что блин типа наверно за подставили просто он фармил лес места чтобы пропушить стоп-вышку он знал что пятером когда находится снизу там панда результате он сначала она начал делать тп потом его отменил и вместо этого он бы просто пропушил топ-вышку но ни того не замедлина не выжила и сверху не продавил непонятно я уж на миде это слоям молитвик но я успею здесь никаких нет он будет погибать сто процентов тп юзайка еще потратил ладно я здесь неплохо приняли она просто санченко так вот хорошо ворвался что прям показали комбинацию своих способностей очень удачно еще 12 становится теперь смог ответные newbie будут они ловить ловить можно в чужом лесу оппонента вот он к сяуэй бегает здесь мы и ты же в лесу как-то сливали раз можно пытаться лови вот мы или прямо на них бежит записывать пока бы успевать на это рож поднимает его оба и получает а будет ультовать сам он не слэш пошел он из нашего уже не пускай на слажал надо идти рошанить и классно зацепил конечно же себя рошанить но топ продать нельзя тиража не потому что топ давится силаром если они пойдут в этот момент на рошана то силар вышку сломает и поэтому надо сначала отдавить но на рошан никто не успеет в общем дело-то сайлер надо уходить на репликату и зареал дал расставался в моде допил и ушел это значит не убил еще вражеского мидера просто так бесплатно показывает силенку свою сайла что с заряда это можно делать чудесам можно делать вещи если полностью перекачался в отделе конечно побольше было бы шансов сделать фраг этот самый на вот эти вот смоки что-то что другая команда они просто делают для того чтобы кого-то убить и уйти то есть странно что не не реализовывается никак это преимущество пока враг в таверне ну слушай ну лжи реализовали они там убили троих снизу как раз таки один из немногих выходов от лжи дейтавр снесли правда потом я у погиб ну то такое тоже его ошибка но ты то что не уби не реализовывает это да любит там делают фраг и почему-то все время отходят даже не пытаются сплитить три раза убили и ни разу не реализовали как ну да вот теперь они просто зашли из рошана забрали все а ведь так могли сделать любит был момент когда убили хотя не оставили а игос для того самого мэйди который постоянно находит и убивают так начинал конечно мэйби супер шикарно там вообще у них все было очень круто с ферзблада очень много душ денег много тряс подряд его слили и беда приостановился фарма по смаку мы тут и не очень удачно заходит хайграунд пиздец там шага телекинезисом его поднимают я у тоже здесь клэпы и форма моментально минус с остальные конечно же ретируется спасать не стали сделали так вот еще и егиз реализовали путем такого хорошей вылазки можно еще и табор подпишать вот пожалуйста лжи делают фраг и лжи будут пушить все еще есть это дополнительный фактор не знаю как бы они себя вели без а егиза стали бы они так ломиться на tower потому что преимущество можно было по карте захватить более тотально там не захватить лес зафармить его что враги сейчас зажмутся под своей базы по-любому сейчас воскрешается шейкер и вот могли бы дейпись например сейчас небесом не было егиз и на егиз есть поэтому нападать они в ближайшие минуты 4 никак не будут на лгд даже в смог ходить я думаю тоже не станут а у них его и не а то он сейчас кругами типа и того кого не были много раз мы и без часа ягизом действительно нет смысла него нападать но что буду делать не просто фармить туда пытаться потому что тут быстро бы еще не дофармил на себя бкб ему осталось 1400 монет джиггер наут слоты еще нужны бкб мом саши аши это в принципе неплохо на творчество не топ-2 на карте не достаточно хорошо чтобы убивать вот так вот сразу и сфа и марфа и всех остальных 402 не кстати ребят еще ни разу не погибал но там и битва 800 что ему дальше собирать такой ситуации его убивают либо через прокаст либо через омни слэш вот тут прокаста он защищает с помощью бкбшки а вот помни слышь пока спасение непонятно какое по темам поставил не покупать терение просто в я ульта 0 нагу я успевает промо сплит заезжать очень непонятный ультимейт от ребят а получился в итоге ооо омни слэш ворованный умная хорошо и может этого рэббита прям вот вот запить его чем-то станчик кирпич сверху приходит терением сайлор пошел на сайс бла санженко сливают банану терение убивает сайлор это минус 2 не слэш он умирает минус 3 а нет еще талина не погибла теперь она погибла руби кофе говаривает с помощью фейтболта и это минус 3 да но он проваливается очередной раз небе смотрим battle recap 2000 разница по деньгам получилось экспиренции тоже побольше и сразу что-то будет сноситься ну вот они сделали в ту самую ошибку они пошли на врагов когда у них есть аэгис при том что даже аэгис там не потратили просто была позиция очень неудачная ньюбе а лгд как раз оказались там почти всей командой сразу все начиналось провалено то есть ну что за у меня слэш и брюмастер который исправил спрейд ну видимо рассчитывал на какой-то ченнел стана от своих тиммейтов не знаю может как какой-то миссендерстендинг мискоммуникейшн 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 вот короче да что-то они не разобрались слушай а клэшди сейчас сторону будут забирать они еще джуна пытаются убить просто со спины его долбят приходит реббит сяуэйта приговорил с бкб ставится десвард хороший десвард он тут юли сразу вичток разбиваем это самый десвард реббита пробивает сквозь бкб сайлор скатит наваливает неплохо реббит фиссуру получает по тайминг от мм а ворованных и слэм тире массажейнгов яу яу пока живет джум пытается с ним разобраться стики не спасают вейформу снова цепляет мэйби мэйби страдает мэйби минус это потеря эгис лагуна блейд сайлора сайлор перекачку включает пока жить будет дэпти страйком откидывается вейформу не будет через три секунды его пробивает сайлор вейформу в кусты и тэпа а вот сразу же шикарно сыграно и уходит над тем временем сф также ключик бкб этап реки тут сф мог за юлите за улететь лину но как-то не по таймингу сделал и линам вот как ты видишь и хп вот столько отнял ультой сф хотя он ее поднимал и стоял почти под ней сразу не рассчитал с тайминга мэйби мог и лину убить но что ж они забрали т2 тарта 3 tower и из врагов кого не забрали а это еще байбэк рэбит сделал очень делал все не так плохо плохо это это хорошо для lgd боже потому что я просто видел как там сяуэй просто бездарно зашел на своем аппарате не дал ничего и умер вот но там заморозил конечно джун это не так было вообще это было вообще неважно и что-то я подумал что там хорошо встанут после суру может быть раз ультится рэбит убьет кого-то на ульты у него не было ее у него украли еще в той самой драки ну не драки когда он просто зашел на я утащил ся и оказывается это драки ты не было и он еще и байбэкнулся так это вообще провал но после байбэк он продапарта загрыз но такое себе над ворсу уже около 10 тысяч отыграли ой смотри и рэбит ой ее если он погибнет а он погибает это восемьдесят на секунду без рэбита совсем не пошло дизморально сейчас он словил довольно сильно из-за того что он сначала отдал он не слэш потом он умер потом байбэкнулся драки в итоге ничего не сделал сейчас на топ пошел вообще непонятно куда без вижена нет вижен то у него был виде вардаут на топе но явно не помог таки так какой-то такой фит небольшой но этим лгд особо не пользуется или пользуется они этим воспользуются да мы идем по низу triggernaut они просто соберутся и снизу сломают бараки так и надо все правильно глиф если здесь у нас клиф откатится совсем скоро через 26 секунд успеет ли за это время забрать бараки вопрос скорее успеет что меби там дэмэджи с руки нормально выдает а джуна можно подцепить любого можно сейчас заеулить и попытаться разнести с ульты шеду фенду потому что у него есть бкб никто ему это не собьет то есть он сейчас в инвизе стоял зашел бы там чуть дальше увидел любого суппорта или просто более слабого героя подцепили джуна айс бласт джун просчитает пока бы успел прожить какой плохой получился в итоге праймал сплит есть но морф идет дальше минус 2 лина стандала и ульчик и забирает бараки 14 секунд до джаггернаута они сейчас и мид линию будут забирать но забей там джаггернаут появится только без престолбека без мечтов да они заберут одну линию пойдут на вторую сразу потому что ничего джаггернаут один не сделают именно так не хотел бы сейчас быть рэбитом потому что вот из-за него считай слили сейчас игру не ну это еще и уже дей как бы даже не стали идти на вторую сторону простили противник трепет смотри ой 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 рэбит бкб сразу пожимать вам не слэш и репликата вот кстати нет да нужно ждать своих ультов сначала лгд там скоро рошан появится через полторы минуты и вот заберут они третьего нет или да это второй только рошан в этой игре рошанов не сильно много убивали команды хотя могли вот и заберут а егис с аегисом пойдут на вторую сторону все еще байбека не будет кстати говоря у джаггернаута у него через три с половиной минуты он только откатится а только через минуту появится рошан и будет забирать даже денег нету две минуты для того чтобы без байбека джаггернаута пойти и сломать ну да ребят даже и денег не имеет чтобы твой бек потом случае чего заезжать как куда он пройдет он только что вроде что-то взял или нет мне показалось не нет ну забей он же возрождается умирает даже такой себе а боковышка сейчас лишний раз проюзал тоже тут сайлор 3 800 просмотрю тут деньги все появляются появляются если что это у нас почти топовый над ворс на карте что по это только сф причем сайлор за месяц тоже как неуловимый просто летает у него 807 не хватает фокуса чтобы его забрать не хватает просто не хватает чего-то чтобы его убивать просто слишком много целей получается у него драк можно и сф контрить как нужны марфа убирать чьи бремастер под прямо сплитом бегает то штука неприятная вот появляется то у и с а блинк даггер это может в принципе один замес какой-нибудь перевернуть при удачных раскладах для санчанга хорошо ворвется просто все идеально должно у них получиться звезд должны были сойтись посмотрим как удастся пошли тем временем рэббита и убили просто с двух ударов когда еще и мне слышим а майс воровал откуда его и мне слышно на и а рашан то появится на последнем издыхание вот этих 11 минут на 10 30 появится поэтому не успеют сейчас не повезло фгд не пьет просто пойдут собирать ноут 46 секунд нет то и джекер на по теме есть ульты действительно чем бояться там нет байбеку джиггер наута не просто вчетвером против четверых героев могут сломать эту вышку и ничего не делать не могут тут разве что шейтер может даггера что-то попробовать придумать но вот он заходит хорошо и к слэм на плейд сайлору очень быстро сбрели что дальше делать стан зашел я учусь и жив прайма сплит сейчас просто опасность после у нас красного не так много и мы еще должен отойти лечить его урнами лечат пока там добры мастер развлекает противника надо отходить и отходить вот видишь в четвером то все-таки смогли до катет их и слэм это есть он придумал мы об этом и говорили что появляется брендагера выдрала стрик там был 90 стрику морфинга или на час получила себе целый бкб почти 1000 монет он заработал до с одного этого только морфа более-менее ну вот вот game changer но об этом в принципе уже сейчас будут уже знать знать что без готов рваться случиво поэтому более лучше позиционка будут они принимайте следующих заходах своих на хайграунд ну и конечно же рошан а шанс часто цель набаван для той другой команды не в ни в коем случае нельзя давать аэгис противнику естественно лжи диаги себе . вот тоже будет произвен смог какой-то собираются вместе и и сдали движение конечно же мул пока башка у него есть хорошая 10 секунд на добротных к башечка вагона блэйд катил с третьего уровня искать а найти можно здесь я у которого нет прямо сплита или кого найти нет они сейчас могут найти рошана который вот-вот появится ну вот они знают что вот он через полминуты точно появится заглянули не нашли вот если бы он сейчас был они бы по-любому его начали лупить там успевает появиться сайлор шансовой драка возможно не такая слэма уже хорошо ворваться когда он поднимается на противник сразу бкбшки фиссура пошла сайлора снова пытается обратил мне слэш он фибает у тиновой форме сайлор живет ставится на сварку нужно просто отойти лжи ди отойти и потом заново заходить омнислэш ворованный пошел от рубика как же четко он ворует айс бласт айс бласт с ребят и ребят сейчас умрел ну боже проблемы 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 лжи диагоналл хп все но они живы это самое главное а вот ребята из ньюби умирают один за другим саншай геймит минус 4 вот айс даже убить яу яу живет и они гг пишут что потеряли пятерых произошла вау просто вау хороший айс бласт залетел по убегающему рэбиту там еще стояла палочка которая могла отличить и вот раз кайтере очень грамотно включил вовремя на реакции бкб мэйби на эсэфе и не обстал фиссуру и там очень плохо он не слышал джиггернаут короче джиггернаут эту игру слил откровенно говоря он 16 как был так и остался так вот и он приговорил умер потом еще мне слышь никуда и крест на рэбите просто взял поставил я на самом деле согласен абсолютно то есть вот эти вот байбеки непонятно не слышу я у премастеров отдачи все это выглядело очень не симпатично но после драка 100 была шикарной лжи заходили слог раунда противник но 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 lgd смогли жить и в итоге lgd в благодаря победы в этой карте зарабатывают себе слот в гранд-финале и довольно хороший такой перерыв сейчас будет размере двух матчей вот и следующий у нас катка это уже лузером на выбывание игры пойдут там будут играть сейчас айджи против их он тоже best of one потом победитель этой пары будет играть против юбе и потом уже победитель вот такие у нас расклад это ближайшие матчи здесь сейчас мы берем перерывчик небольшой запрыгнуть на слот пока ладно окей да и после как паузы мы вернемся обменся так то то да то вот